Я вот хотела спросить, легитимность или нет. Просто знаю такую точку зрения, что они там вроде как незаконны. А как вам кажется, вот когда Ленин пришел к власти в 2018 года, он был легитимный? Ну тоже, ну вот да, просто в истории многие разные... Что-то нелегитимность задержалась до 90-го первого года, вам не кажется? Нет, я все, я понимаю. И что Янукович, я скажу, он у нас единственный такой повторимый, и вот он здесь в Москве, и он здесь вроде как пытается руководиться страной, не знаю, как-то странно. Значит, ответ очень простой. С точки зрения международного права, Конституции Украины, президентом республики является Виктор Янукович. Это вопрос недискуссионный. Но по факту он потерял не только свою власть, но и моральный авторитет. И там включился уже совершенно другой механизм, революционный, у которого свои законы, свои нормы. Это уже как сложилось, так сложилось. А вообще, мы сейчас имеем с вами уникальный случай, уникальный момент. Мы можем наблюдать на глазах, как перед нами разворачивается классическая буржуазно-демократическая революция в соседней стране. По схеме восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Такая, знаете, более-менее цивилизованная, несмотря на какие-то эксцессии. Она нелегитимна с точки зрения, но я вас уверяю, когда пройдут выборы, и будет избран Гэта Порошенко президентом Украины, все признают, и это будет видеть по факту, просто по факту. А кто поддерживает Порошенко? Знаете, украинская политика, это такое дело темное, Порошенко поддерживает деньгами сам себя, он шоколадный магнат, роша. Это продукция, которая у нас запрещена к продаже. Ну почему его Евросоюз поддерживает? У нас мало денег на лаву. Извините, не украинская, не украинская. Почему? Вы мне задайте какой-нибудь конкретный вопрос, например. Вы сказали, что у вас там есть семья в вашей ресторане? У вас есть семья. Это личная агентура. Прямой вопрос, кто поддерживает Порошенко? Поддерживают ли Порошенко американские и евросоюзовские организации? Если бы вы меня так спросили, я бы вам сказал, что все события на Украине, начиная с помаранчевой революции, естественно проходят при финансовой поддержке западных правительств, в том числе штатов. Это даже не нужно доказывать. Это все открытые источники. Движение «Молодежная пора» на американские деньги существовало. Только американцы не видят в этом ничего плохого. Знаете, если бы вы приехали в Крым наш, точнее он сейчас наш, а тогда еще был не наш, то вы бы могли увидеть, например, какие-то пророссийские лозунги, узнать, что есть пророссийские партии. Вам как кажется, вот эти вот партии, они существовали сами по себе или мы немножко помогали? Ну очень немножко. Ну очень, но все-таки немножко помогали. Значит, это нормально. Мы своим помогаем, а они своим не будут. Для поляков украинцы, они жили леками в одном государстве. Они считают, что это их ближайшие братья, у них там из польского языка 70% заимствований в Украине. Так что, как бы вот, я не вижу здесь особо ничего криминального. Украина все, проблемы в нашей стране. Я еще не спрашивала. Я думала, может быть, он является... Порошенко? Есть, естественно, украинский... Значит, что касается Порошенко. Сейчас там, реально, вот, совершилась революция, и к власти пришли лидеры Майдана. Порошенко всегда был связан и с Ющенко, и с Тимошенко, и с помаранчевой революцией. Они сейчас год выбирают между двух оранжевых кандидатов. Или Порошенко, или Тимошенко. По большому счету, это выбор вкуса. Потому что политика будет одна и та же, проевропейская. А партия регионов, и вообще любо-восточная Украина, не смогла напрячься даже на то, чтобы предложить какую-то объединяющую фигуру. Никого нет. Вообще. Задача Евромайдана состояла, когда еще одна революция по Украине. Скомпрометировать Луковича, да? Лукович сам себя скомпрометировал. Лукович, Владимир Владимирович Путин, все прекрасно сказал. Сначала в интервью с журналистом, потом его крымские речи. Можете ее послушать и посмотреть, как и что он думает про своего бывшего коллегу Викцина Черенуга. Очень плохо он думает про нем. О чудовищных фактах коррупции и так далее. Человек довел страну до ручки. В результате бросил всех, когда нужно было что-то делать. Ничего не сделать. А Тимошенко были грузы? Тимошенко? Но она же была смертельно больная. Кресли? А тут резко сразу не сдали он вдруг. Во-первых, Тимошенко не выберут. Потому что ее звездный час прошел, когда она с Виктором Ющенко стояла на том первом Майдане. Абельсиново-помаранчево. А вообще, эта машинка такая интересная. Она человек, знаете, я таких вообще не знаю политиков. Она словно сошедшая с полотна какого-то средневекового художника, правительницы европейской страны. У нее такие страсти говорят. Это такая, знаете, династия Стюард, Тюдор. Она все это говорит очень как-то ласково, всех умеет обоять. Потом бросает. Я-то корона просто, понимаете. Это роман этого, господи. Мария Судриона «Проклятые королевы». Очень интересно, я сама по себе. С ней очень весело. Но Украина уже навеселилась, хватит. Можно, господи, вас пригласить? Я ваше встречу. Олег Александрович, у меня только вот такая большая честь. Вы тоже все любители истории. Я знаю вам ход уже регулярно. У нас дело в том, что ваш коллега, ученый, адрополог, который занимается как раз изучением смутного времени, пишет книги. Вот 12 апреля в 15 часов Кирилл Юрьевич Резников будет презентовать здесь и рассказывать о своих работах и о своей книге «Мифы и факты русской истории. От лихолетия смуты до империи Петра I». Поэтому вот если вот такие возникают у вас вопросы, да, про наше время, оно тоже в какой-то мере смутное. Так что приходите и еще тоже пообщаемся на эти исторические темы. Можете задать вопрос непосредственно и автору. Я надеюсь, вы тоже придете к нам. Мы вам здесь вот о чем поговорим. Спасибо большое. Ещё вопросы? Да, я вас напомню. А вот какие критерии вы использовали, когда вы собирались представить именно Сингапур в качестве примера экономического развития для России? Какие-то были экономические там предпособы для этого, банальские? А как вы думаете, вот человек может прийти так и сразу сказать про Сингапур, что он думает? Нет, я хочу спросить, вот это самое такое, что происходит? То есть тут гигантская литература о Сингапуре. Если вам интересно, вы можете прочитать книгу Юрия Сигала о Сингапуре. Так и называется, Сингапур, остров Сингапур. И там очень интересно, очень популярно всё написано. Вы можете проверить каждое моё слово. Олег Александрович, а хотели бы вы сами жить в стране, строй которой такой же, как строй в Сингапуре? Боже, строй. Я сучил. Во-первых, когда мне задают вопрос, где я хочу жить, у меня всегда один ответ. В России. Поэтому я не спросила, хотели ли вы жить в Сингапуре. Я спросила, хотели ли вы жить в стране, в которой строй такой же, как в Сингапуре. Нет, но всё, что плохо в Сингапуре, у нас тоже есть. Всё то же самое плохое. Нет, конечно. Я вообще не верю, что авторитарный режим может быть хорошим, в принципе. Поскольку мировой опыт показывает, что только демократическое государственное устройство реально эффективное. То есть оно более качественно решает проблемы, которые перед ним возникают. А Сингапур, он такой, знаете, остров, созданный одним очень умным человеком, перед интеллектом которого нельзя не преклоняться. И он же китаец. У него свои восточно-азиатские ценности. Ему это органично. А мы всё-таки в душе европейцев. Почему мы должны хотеть жить по китайскому образцу? У нас есть свой образец, русский. А у нас есть демократия в моём демократическом состоянии? В нашем городе. Давайте я про страну не буду говорить. Локально в городе. Пока не получается, что это ф matsut. И на повышение есть. Откуда я знаю? Ну да, по вашему. Знаете, я всё время, когда смотрел ещё... Всех наших политиков вроде задают прямой вопрос. Что-то они начинают так отвечать. Прямой вопрос. Что-то не мог ответить да или нет? Вот сейчас не могу я размножить. Что касается демократии в России... Ну, на самом деле, я шучу, конечно, если отвечать серьезно. В России сегодня переходный режим от диктатуры к демократии. Нам всего 20 с лишним лет. И то, что мы сейчас переживаем, абсолютно нормально. Нормально. Конечно, это проблема роста. Никто не растет легко. У всех свои трудности. Но я верю в то, что Россия будет демократической страной. Просто у нас непорядка, недемократия. Действительно, мы живем как-то непонятно. А мы все берем самое плохое, заходи в Москву. Да, там подпорядок есть, нет демократии. Ладно. Знаете, я могу ответить шуточным... Есть соблюдение порядка. Возможно, да. Я могу ответить шуточным примером, почему мы взяли все самое плохое Запад и Восток. Западный сервис. Вы придете, все сделают как положено. Будут вам улыбаться. Если вы дадите чаевые, скажут вам спасибо, будут ждать в тайне. Восточные менеджеры сделают все как положено. И никто вас не попросит чаевые, если не дадите, не обидятся. А вот русский менеджмент и сделают плохо, и страшно, и обидят всех на дете чаевые. Вот это вот и есть. Дядь все худшее оттуда и оттуда. Я так понимаю, что что-то надо уже практически нам переходить в сатирическую плоскость. Ну хорошо, я думаю, что сегодня было чудесное у нас заседание, чудесная встреча. Всем спасибо.